у вас не выходит равномерно наносить базовое покрытие никак не выходит словить идеальный блик тогда сегодня для вас 5 способов нанесения базы для гель-лака и с вами я миронова виктория прошлый раз когда делала себе коррекцию подумала ну все теперь точно перенашивать не буду коррекцию себе сделаю через недельки две три но как говорится не загадывай наперед из-за загруженного графика то еще и неудачного падения которое вывела меня из строя на полтора недели мои ногти опять очень сильно отросли ведь уже прошло пять недель сегодня решила снять полностью старые ногти и сделать новые для снятия старого материала использую твердосплавную фрезу с диаметром 6 7 это фреза с черным маркером у нее супер грубая крестообразная насечка что помогает быстро снять твердый материал так как снимаю полностью материал сразу убираю длину снятия делаю всегда на максимальных оборотах моего аппарата на высоких оборотах скорость вращения фрезы большая материал спиливается легко и быстро на клиентах снятия делаю в два этапа сначала спиливаю фрезой процентов 90 покрытия а потом оставшиеся 10 убираю пилкой себе же фрезой убираю весь материал ведь я хорошо чувствую ход фрезы по своем ногти и это помогает мне избежать противо когда сняла полностью материал пилкой убираю свободный край также просматриваю всю ногтевую пластину если есть остатки твердого материала убираю их пилкой так как снятие делала накануне вечером то ногти за ночь приобрели уже человеческий вид и уже не кажутся такими ужасными как сразу после снятия теперь буду приступать к маникюру достаю стерильные инструменты из крафт пакета у меня часто спрашивают если у меня свои индивидуальные инструменты сразу отвечаю нет ведь мы проводим дезинфекцию и стерилизацию за всеми правилами так что я уверена в чистоте инструмента пушером отодвигая кутикулу таким образом раскрывать максимальную складку много кто игнорирует этот этап и недооценивает но если хорошо раскрыть складку тогда фрезой будет работать намного легче не нужно будет прикладывать много сил для прочистки птеригия для того чтобы прочистить все пазухи от омертвевших клеток используя фрезу пламя с острым носиком диаметр насадки 2 и 3 она с красным маркером я очень люблю эту насадку с таким большим диаметром именно за счет своего большого пузика она очень хорошо справляется со своей задачей иногда если мне везет найти покупаю такую фрезу с диаметром 2 и 5 но их сложно достать работаю сейчас на 20000 оборотах сначала на форварде затем на реверсе очищаю и приподнимаю зону кутикулу и боковых валиков за счет того что у меня кожа очень сухая фреза отлично выгребает омертвевшие клетки после обработки фрезой бафлю поверхность очень важно проходить бафом именно сейчас они после обрезания кутикулы ведь когда мы делаем срез наша кожа стает нежно и и очень легко поранить краем бафа то еще и пыль забивается под проксимальный валик наношу кератолитик от cnd пушером распределяя его по кутикуле и вычищаю всю грязь и пыль из-под ногтя сухой салфеткой вытираю кератолитик чтобы хорошо стало видно кутикулу теперь ножницами срезаю кутикулу устанавливаю ножницы перпендикулярно к обрабатываемой площади завожу нижнее полотно ножниц в зону синусов и маленькими шагами по полтора два миллиметра делаю срез сегодня я хочу поделиться с вами пятью способами покрытия натуральных ногтей базой для гель-лака которые я использую в своей работе и так начну с того что перед нанесением базы нужно обязательно обезжирить ногти для этой цели я использую обычный спирт каким бы я способом не наносила базовые покрытия я всегда начиная с втирания материала в ногтевую пластину этот первый слой служит траектории для растекания капли поэтому очень важно покрыть всю ногтевую пластину без проплешин за счет того что я именно втираю базу а не просто промазываю сцепка искусственного материала с чешуйками ногти намного больше начну наверное с самого распространенного метода выравнивания ногтевой пластины когда я была на одних курсах девочки назвали этот метод танго ведь его схема похоже на трусики танка смешно звучит зато хорошо запоминается для того чтобы вам было понятно что я буду делать и куда буду водить кисть ведь материал прозрачный и в кадре он не очень хорошо виден я сначала схематически зарисую вам на листке бумаги визуально делю ногтевую пластину на три части набираю на кисть небольшую каплю материала ставлю ее примерно на одну треть от кутикулы теперь чуть-чуть поджимаю каплю и тяну ее вверх кутикуле сначала к одному синусу а затем к второму синусу далее возвращаю кисточку в том место откуда начинала и тяну оставшийся материал к свободному краю теперь повторяю все эти действия на ногти теперь осталось растянуть равномерно тонкой кистью материал по всей ногтевой пластине если база жидкая она растекается сама и конечно быстро отправляю руку клиента в лампу следующий метод я использую для маленьких ногтей либо для трамплинных набирая небольшую каплю и ставлю посередине ногтевой пластины затем основную часть капли протягиваю с начало вверх затем к свободному краю повторяю все эти движения на ногти на самом маленьком мизинце теперь беру тоненькую кисть и сглаживаю переходы сейчас лето поэтому материал хорошо равномерно растекается по ногтевой пластине главное долго не возиться иначе весь материал будет на валиках следующий метод я использую на широких ногтях он напоминает мне змейку ставлю каплю на одну треть ногтевой пластины затем поджимаю каплю и тяну ее за кисточкой сначала к одному синусу затем к второму после этого тяну каплю зигзагами по ногтевой пластине очень важно сильно не прижимать чтобы не образовались сильные умятины теперь повторяю все на большом ногте когда базой нарисовала зигзаги тоненькой кистью разглаживаю материал в зонах боковых валиков также я иногда могу переворачивать пальчик с базой чтобы материал лучше разровнялся и получился красивый блик но если переворачиваем палец то тогда перевернув палец обратно я обязательно тоненькой кистью натягиваю материал к свободному край в ином случае весь материал останется на середине а торцы будут голые с минимальным количеством базы это не только влияет на носибельность покрытия а и на ногтевую пластину ведь происходят перегрузы на следующий пальчик снова наношу сначала тонкий слой базы часто меня спрашивает сушу ли я этот слой я его не подсушиваю ведь тогда капля которой буду делать выравнивание не будет растекаться но бывают случаи когда у некоторых клиентов фаза съезжает с торцом тогда я быстро наношу первый слой и отправляю в лампу затем снова наношу базу по обычной схеме сначала тонкий слой затем выравнивание сейчас я каплю ставлю ниже лунулы затем хорошо прижимаю кисть подтягиваю каплю сначала к кутикуле затем к свободному краю тоненькой кистью равномерно распределяю материал и последний способ нанесения базы но немаловажный это просто одним слоем перекрыть ноготь базы к сожалению сейчас все вошли в кураж и начали всем клиентам подряд делать выравнивание ногтевой пластины ведь всем выравнивать нельзя особенно это относится к возрастным ручкам из-за переизбытка материала можно часто встретить онихилизис это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа также ногти сильно растущие вниз лучше покрывать тонким слоем иначе они выглядят как шарики надеюсь что я сегодня для вас было полезно ведь и базах можно говорить вечно главное помнить что ко всему нужно относиться с умом и не наваливать горы материала на этом я закончу сегодняшнее видео скажу только в следующем выпуске я буду экспериментировать с верхними формами 5 в следующем выпуске я буду экспериментировать